Я расскажу вам свою историю, нашу историю. Меня зовут Владимир, и я советский кореец. Это значит, что я был сделан в СССР в 1985 году в солнечном городе Душанбе. В 1992 году мы переехали в Казахстан, с тех пор жили там. Какое-то время я пожил в России, но основную часть жизни я прожил в Казахстане. Получил IT-образование, работал, встретился со своей супругой в 2011 году. Мика, преподаватель, моя супруга Мика, преподаватель английского языка, джаз-певица и зумба-инструктор. Мы поженились и жили, в принципе, спокойно, нормально зарабатывали, в деньгах особо не нуждались. Однажды ко мне пришел мой брат двоюродный и сказал, что вот Вова, у меня есть деньги. Давай, вот я могу выделить один миллион долларов, придумай, что можно сделать на этот миллион долларов, чтобы этот бизнес был успешным. Тогда я задумался, что это моя возможность. Второй такой возможности, скорее всего, не будет. Если я смогу что-то придумать, то это возможность изменить наши жизни. Я долго думал, но я ничего не смог придумать. Меня всегда удивляли успешные предприниматели, бизнесмены, люди, которые рождают идеи. Но слишком велики были риски и страхи для меня в тот момент, потому что если моя идея не выгорит, то сколько денег может потерять мой брат. Соответственно, я просто продолжил работать в найме. В 2016 году у нас родился сын. И на девятый день от рождения сын попал в реанимацию. В ту же ночь он испытал свою первую клиническую смерть. И на протяжении двух месяцев наш сын боролся за свою жизнь в отделе реанимации в Алматинской инфекционной больнице. В тот момент вся наша жизнь перевернулась. И мы решили, так как не сдается наш сын, уже два месяца борется, мы тоже не будем сдаваться и будем идти до конца. Мы собрали все, что у нас было, мы продали все, что у нас было. И благодаря поддержке и помощи людей в 2016 году, 20 апреля, мы прилетели в Сеул. Потому что, насколько известно, в Корее, в Сеуле очень сильная медицина. И если кто-то сможет ему помочь, то, скорее всего, это специалисты в Южной Корее. Мы искали встречи с лучшими специалистами, с большим трудом мы смогли прилететь. И ребенка откачали. То есть состояние ребенка стабилизировалось. И наш сын боролся еще год за свою жизнь. Но 4 апреля 2017 года его органы отказали. Этот год был для нас самый сложный, наверное, с супругой. Не, наверное, а точно. Потому что жизнь повернулась просто с ног на голову. И все понятия, все, во что мы верили, все наши ценности, очень многое, что поменялось. Были такие периоды, когда и вовсе жить не хотелось. И как продолжать жить дальше? Нас послала любовь. Это было непросто, потому что это было непросто. Но благодаря любви к супруге, благодаря чувствам, которые у нас были, мы смогли преодолеть этот этап. И в 2017 году, 24 октября, у нас появилась дочь. Во многом, я думаю, мы благодарны нашей дочери. То, что в дочери было наше спасение. Мы смогли посвятить всю нашу энергию, которая у нас осталась, нашему ребенку. И жизнь в Корее, я скажу вам, непростая. Особенно не зная языка, будучи не профпригодным в Корее, потому что там айтишников своих полно. И попасть куда-то на работу было сложно. Я брался за любую подработку, которую мог найти. Каждый день я проводил несколько часов в поисках. Я искал возможность заработка. И с компанией познакомился в 2018 году. Когда я познакомился, я зарегистрировался, я выслушал маркетинг-план, вроде бы разобрался. Но в тот день, когда мне рассказали маркетинг-план, я принял для себя решение, что я этим заниматься не буду. Потому что сетевой – это не мое. Я не сетевик. Мне не нравится приглашать людей, мне не нравится что-то продавать. Поэтому я для себя тогда, как я думал, твердо решил, все, я этим не буду заниматься. Но мне дали продукцию. Я принес эту продукцию домой. Супруга, когда увидела, меня спросила, что это, я сказал, ну вот мне дали попробовать зубные щетки, зубные пасты и кофе. Она тут же все это схватила и побежала все пробовать. Тут же почистила зубы, заварила кофе. И в ту ночь мы до пяти утра не спали. Для меня это было большим удивлением, потому что быстрорасстроимый кофе имел эффект такой бодрости. Для меня это было прям вау. Я тоже почистил зубы, подумал, ну на самом деле качественная продукция. Потом мы залезли на интернет-магазин и стали постепенно заказывать продукцию одну за другой. Нам понравилась продукция, продукция действительно классная. И супруга очень была счастлива, потому что наконец-то мы нашли источник качественной продукции. А в Корее, когда мы заходили в супермаркет, когда там заставлено, хочешь зубную пасту выбрать, подходишь к стеллажу, а там 80 наименований и все блоками продаются. То есть нельзя одну купить. Там продаются по 4, по 8, и каждый раз берешь новый, и тебе все это как-то не подходит и не нравится. А здесь, когда у тебя появляется магазин, где ты можешь все покупать, и ты уверен, что все качественное. Конечно, мы не сразу поверили в это абсолютное качество. Мы проверили все на себе. Сам по натуре я человек, который все время сомневается. Все время сомневается, именно поэтому я так и не придумал, что делать с этим миллионом долларов. В январе этого года супруга, когда зашла в личный кабинет, увидела вот эту спонсорскую поддержку, которую рассказывала Анастасия, и сказала, что добро пропадает, надо что-то с этим делать. И начала записывать свои первые видео, выкладывать в Инстаграме. Я был рад, потому что я подумал, у жены наконец-то появилось хобби, потому что жена в Корее жила тогда по иждивенческой визе и не имела права работать официально. И три года она занималась вот детьми, сидела дома. Тут у нее появилось хобби, я обрадовался. На тот момент в Корее уже наше финансовое состояние более-менее стабилизировалось. Я начал преподавать русский язык, переквалифицировался, получил корочку. Вроде бы дела шли на повышение. Уже я тогда начал зарабатывать около 3000 долларов, и я видел, что если я буду продолжать в том же темпе, я смогу выйти через пару лет на 5000 долларов заработка. Но при этом мне приходилось работать все время. Вот чему меня научили в Корее, так это пахать. В Казахстане я никогда не пахал. В Казахстане не было смысла выкладываться на 100%, потому что ты получаешь свою зарплату, и если ты делаешь больше, чем с тебя требуют, с тебя начинают требовать больше, но при этом платят столько же. Соответственно, в Казахстане, может быть, процентов 10 от своих усилий вкладывал в работу. В Корее же приходилось реально пахать без выходных, без отпусков, и ты понимал, если у тебя есть работа в воскресенье в полночь, это классно, потому что это деньги. Значит, ты домой сможешь купить фрукты. Это супер. Потому что в Корее мы сталкивались с такими моментами, когда на счету оставалось 20 долларов, а жить еще месяц. Хватаешься за голову и думаешь, как быть, что делать. На самом деле, я про брата рассказывал своего, очень успешный человек, и я всегда был уверен, что мой брат, он всегда меня поддержит. Я никогда у него не просил денег, но я был уверен, когда мне будет тяжело в жизни, я приду и скажу к нему, Саша, займи денег, и он мне займет, сколько бы я ни попросил. Такой момент в Корее и настал, когда совсем уже не было 20 долларов на счету, я ему звоню и так и так говорю, Саша, мне нужны деньги, займи. Он мне отказал. Я был тогда в шоке. Я говорю, как так? У нас с тобой такие хорошие отношения. Он сказал, именно поэтому я тебе денег и не займу. Потому что если я тебе займу денег, это никак твою жизнь не изменит. А если я тебе не буду занимать деньги, ты найдешь способ, как из этой ситуации выкрутиться. За что я ему благодарен. Это был для меня такой очень ценный, очень хороший урок. Ну, после этого, как я уже говорил, начал преподавать русский язык, дела пошли вроде бы хорошо. И в январе, вот я заработал около 3000 долларов, но не видел свою дочь. Наша дочь растет. И когда я приходил домой, вот помню, в конце января был такой день, когда отменилось занятие вечером, я радостно приехал, думаю, наконец-то доча не будет спать. А то утром я выходил обычно в 5 утра, все спят, прихожу в полночь, все спят. Тут я приехал в 8 часов вечера, думаю, поиграюсь хоть с дочей. Но когда я пришел домой, моя дочь не обратила на меня внимания. Она так посмотрела и дальше своими делами. Ну, какой-то незнакомый дядя пришел. И тогда мне было очень грустно и больно. Я тогда думал вообще, к чему все это идет. И в этот день я был очень уставший и подумал, ну, пришел рано, может быть, поиграю во что-нибудь. Я очень люблю играть в игры, но в Корее на это время особо не было. Но жена меня попросила провести с ней инстаграм эфир. Женщины умеют найти подход к мужчине. Она мне сумела объяснить, почему я должен ей помочь, почему я сам должен захотеть ей помочь. Я тогда вообще не представлял, что такое инстаграм, вообще не представлял, о чем мы будем говорить. Ну, окей, я сел с ней рядом, мы вышли в эфир, и люди начали сыпать на нас вопросы. Вопросов было очень много. Мне было интересно на них отвечать, и я отметил для себя, что я не знаю ответов на многие вопросы. И тогда я начал изучать. В феврале как раз у меня отменились там две группы, появилось свободное время. Я начал изучать Атоми. И признаться честно, я искал причину во время своего ресерча, изучения, почему я не должен заниматься этим. То есть я искал для себя отговорку, искал сомнения, оправдания, чтобы я этим не занимался. Но чем больше я углублялся в этот процесс, тем больше я понимал, насколько это классная компания, насколько здесь все справедливо. То, что компания говорит, это не пустые слова. Все, о чем говорит председатель Пакенгиль, о чем говорят лидеры компании, это не пустые слова. Я во все это поверил. Я поверил, что если я углублюсь в это целиком и полностью, то я смогу изменить свою жизнь. Я поверил, что это как раз тот инструмент, с помощью которого я смогу изменить свою жизнь. Потому что здесь все продумано за меня. Здесь нет никаких рисков, здесь качественная продукция, здесь продумано все, вплоть от производства, логистики, распространения, глобализации. Здесь такое масштабирование идет, то, что я смогу этот строить бизнес всю жизнь. Этот бизнес могут продолжить строить мои внуки. И тогда меня посетила такая мысль, если вот это вот все правда, то я просто обязан добиться успеха. Потому что если у меня здесь не получится, у меня не получится нигде. Я и буду продолжать работать по найму, я буду продолжать исчезать, я буду продолжать не видеть свою семью, просто отрабатывая деньги, которые необходимы для существования. И тогда я своей жене сказал, что мы займемся этим серьезно. То есть я тоже подключусь. Я бросаю все дела, которые у меня есть в Корее, я закрываю все свои группы по русскому языку, сдаю все сайты, которые я делал, тоже моя подработка. Больше не занимаемся медтуризмом, тоже один из видов подработок. Я буду заниматься только этим. Жена на меня тогда посмотрела испуганно и сказала, а если не получится? Я говорю, если не получится, то я продолжу преподавать русский язык, продолжим заниматься медтуризмом. То есть это у нас никто не отберет. Но если перед нами на блюдечке такой инструмент, и если это все правда, мы обязаны попробовать себя в этом на 100%. И начиная с февраля мы действительно углубились в это. Мы стали работать все время. Для нас тогда атоми стало не работой, атоми стало для нас жизнью. Мы жили атоми. Все, что мы делали каждую секунду, была посвящена развитию этого бизнеса. И поначалу было непросто. Потому что как находить людей? Вот эта вот мысль, как находить потребителей, как находить лидеров, она присутствует в голове у многих атомианцев. И нет здесь прямого, наверное, ответа. Нужно искать. Как говорил мой дед, кто ищет, тот всегда находит. Говорил и говорит. Так, тогда в феврале я сразу поставил цель, что в марте мы выходим на мастера продаж. В феврале, получается, мы закрыли всего один бинарный шаг, и вот-вот должен был закрыться второй. И жена удивилась, почему такие темпы. Я не знаю, как это объяснить, но у меня было вот такое прям решение желания. Вообще, как я начал заниматься атомами, почему-то куда-то пропали мои сомнения и страхи. Решения стали приниматься вот так вот. Мы закрываем в марте мастера продаж, чего бы нам этого не стоило. Я придумывал, там были разные стратегии, как все это сделать, конкурсы, там мотивация партнеров, подарки и все прочее, прочее. Результаты превзошли наши ожидания, потому что мы планировали один раз закрыть, но получилось сразу два раза. То есть, вот как Анастасия рассказывала, в оба периода, с первой по 15-й, с 16-й по конец месяца. И после этого мы стали автомастерами продаж. То есть ранг уже мастера продаж повторялся два раза каждый месяц. И с марта месяца мы уже ставили цели на апрель и май. Основные наши партнеры, 90% были в Казахстане, Казахстан еще не был открыт и никто не мог зарабатывать. И наша задача уже была искать не потребителей, а искать людей, которые захотят работать на веру, которые поверят в компанию так же, как и мы, и смогут до открытия Казахстана, а когда Казахстан откроется, мы тогда еще не знали, работать на веру, сколько бы ни потребовалось времени, полгода, год. И самое главное, поддерживать этот огонь, чтобы он не угасал. Нам повезло, мы нашли таких людей, и каждый день мы проводили с ними обучение. Каждый день мы проводили эфиры и в Инстаграме, и в Зуме. Мы записывали ролики. Может быть, кто-нибудь видел наши видеоролики. Сразу скажу то, что у нас не было до этого такого опыта, и записывать ролики всегда в начале, для большинства людей, для нас в том числе, не так просто. Чтобы записать свой первый ролик по маркетинг-плану, мне понадобилось две ночи делать неудачные дубли. Сколько было руганий, сколько было пересъемок, сколько жена прибегала и говорила, все, выкладывай, пойдет. Я говорил, нет, я запнулся, я заикнулся, я сказал не то слово. И постепенно, постепенно, с каждым разом становилось все легче. Основную мысль я вот ставил, когда мы делали контент, когда мы выходили в эфир, то, что мы должны от этого получать наслаждение. Потому что то, что мы делаем, это благое дело. То есть мы делимся с людьми своими знаниями, мы рассказываем людям о хорошей компании. То есть на самом деле этим очень приятно заниматься. И когда мы отправляли первые посылки в Казахстан, признаться честно тоже, мне было немного страшно. Я переживал, как люди отреагируют на продукцию. Нам продукция нравится, я в продукции не сомневаюсь. Но как отреагирует казахстанский потребитель? Потребитель, для которого цены, может быть, будут немного выше. То есть если для жителей Кореи цены эти достаточно низкие, может быть, одни из самых низких. Но для казахстанцев цены были такие достаточно выше среднего, скажем так. Насколько было наше облегчение, когда мы стали получать такие восторженные отзывы? Работать стало еще приятнее и легче. Когда все, что ты делаешь, возвращается к тебе в виде благодарностей. Десятки, сотни благодарностей ежедневно. Люди благодарили за то, что мы познакомили их с такой компанией. Для нас было удивление, что большое количество людей ищет такую компанию, ищет хорошую сетевую компанию, с которой можно построить прочный бизнес. Почему можно это сделать? Я рекомендую всем изучать. Изучать, изучать, изучать. Несмотря на то, что я потратил достаточно много времени на изучение всего, что есть в Атоме, но по сей день я продолжаю узнавать все новое и новое практически ежедневно. Даже слушая одни и те же вещи, все равно появляется новое сознание. Маркетинг-план несложный, можно сказать, он простой, там не так много понятий, но в нем очень много глубины. Что касается структуры, людей, то, что люди на самом деле думают, испытывают, там очень много глубины. Как говорила сегодня Анастасия, основное, что в Атоме есть, это помощь своим партнерам. В Корее есть такая глубокая мысль, что Атоме – это не бизнес-продаж. То есть продажа – это не то, что нас интересует. Атоме, главная цель Атоме – это помощь людям. Сегодня, по-моему, Рыбакова Ксения говорила, что помощь людям – это то, чем она живет. И когда я спрашивал своего спонсора, кто настоящий лидер в Атоме, он мне сказал, что настоящий лидер – это тот, у кого большое сердце. Чем больше у тебя сердце, тем больше ты лидер. Чем больше ты хочешь помогать людям, тем больше ты в этой компании добьешься. И мы следовали этому пути, действительно следовали и всем сердцем верили, что как только Казахстан откроется, наши лидеры, наши партнеры смогут выйти на достойный заработок. Мы поставили себе цель уже не о собственном заработке, а о заработке партнеров. Когда выходишь на уровень автоматического мастера продаж, когда получаешь две и больше тысячи долларов, тебе уже хватает на жизнь. Ты начинаешь думать уже о партнерах. Всю свою энергию, всю свою силу, всю любовь посвящаешь своим партнерам. Наши партнеры стали для нас семьей. Для меня это тоже было открытие. Тот человек, который был, который начинал в феврале, Хигай Владимир в феврале, его сердце было гораздо меньше, чем Хигай Владимир, который стоит перед вами. Потому что мое сердце растет вместе со своими партнерами. И ты понимаешь, сколько всего хорошего ты еще вот здесь можешь сделать. Уже в мае в структуре были уже люди, которые должны были закрывать мастера продаж по оборотам, но они пока не получали ни копейки, потому что Казахстан не был открыт. Они очень ждали, когда откроется Казахстан. В России Атоме почти год, 11 месяцев еще не прошло. Скоро будет год. Это самое начало. И самое начало, но самое сложное. То есть мы стоим все у истоков, и все, кто приходит на семинар, все, кто здесь присутствует, у вас у всех огромные возможности. Россия находится в очень выгодном стратегическом положении. Россия открылась незапланированно раньше, чем большинство стран, на которые Корея делала акцент. Чем Индия, чем Европа, страны Европы, чем Китай, Латинская Америка. То есть у нас у всех есть предстарт. То есть мы можем уже этих людей подписывать под себя, когда эти страны будут открываться. Когда эти страны откроются, у нас уже будет фундамент, на котором мы будем строить наш бизнес. А самое главное, то что здесь на самом деле любой может добиться успеха. Потому что в Атоме это не бизнес я. Атоме это бизнес команда. Вы не строите свой бизнес только за счет своих способностей. Вы строите бизнес за счет способностей каждого из ваших партнеров. Все способности ваших партнеров и их партнеров на 100% прибавляются к вам. И рано или поздно эти способности, сумма, суммарное значение дойдет до такого уровня, что вас срост уже будет не остановить. Самое главное не сдаваться и не жалеть себя, рассказывать об этом, вкладывать себя в это целиком и полностью на 100%. В этом залог успеха. Я всем желаю добиться больших высот максимально быстро. Догоняйте и обгоняйте всех самых крутых лидеров. Потому что люди, которые стоят на сцене, это не сверхлюди. То есть мы не обладаем какими-то сверхспособностями. Мы обычные люди со своими недостатками, со своими, может быть, достоинствами. И самое главное, понимать, в чем ваши достоинства. И использовать их в этой работе на 100%. У каждого из вас есть козырные карты, у каждого из вас есть изюминки. Это профессиональный опыт, жизненный опыт. Это жизнь, которую вы прожили, это люди, которых вы встречали. Это все ваши козырные карты. И их нужно использовать с умом. Относитесь к своим партнерам именно как к партнерам. Потому что это те люди, с которыми вы будете строить бизнес не один год и не два. А это люди, с которыми вы будете строить бизнес всю свою жизнь. Я всем желаю успеха и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!